Сегодня абсолютно внеплановое видео. Делюсь с вами замечательным весенним днём и хорошим настроением. Приятного вам просмотра! Впереди протекает тено. Фруктовые сады уже начинают зацветать. Сегодня 3 апреля. И я приехала в деревню, которая называется La Roche-Guyon. Вот оцените высоту ступеней в этой лестнице. Так, поднимаемся всё выше и выше. И будем любоваться сейчас окрестностями. Продолжаю моё приключение. Мне нужно подняться ещё выше, вот по этой лестнице, трубе, к замку. К старинному замку Дон Джону, вернее, то, что осталось от замка. Эти лестницы... Это очень впечатляет! Фух! Ну что, декоража! Ну, давайте я вам покажу то, что я прошла. И дальше это ещё не всё. Вот, смотрите, я поднялась по этой лестнице ступени по полметра высотой, наверное. К Дон Джону. Вот там... Вот этот Дон Джон. Я вам покажу сразу вид. Смотрите, какой замечательный вид из этой башни-байницы. Сено видно. Ну, вот так, друзья, мы с вами прошли в центральную комнату Дон Джона. Это конец XII века. И это 1190 год. А теперь на смотровую площадку. Вот я поднялась на верхушку Дон Джона. И сейчас мы поднимемся ещё выше и полюбуемся этим великолепным видом на сену. Вот по той дороге я ехала. Деревня Рожгиё. Внизу. А под нами там внизу сады. Сады, которые были высажены ещё в XVIII веке и в XX веке восстановлены. Здесь яблони растут и груши. Ну, что-то уже начинается цветать. Сено впадает в Ла-Маншо в районе города Гавры. И дальше я поеду в Живерни. Вот по этой дороге. Что осталось от старой башни? Вот так, друзья. Вот по этой лестнице я поднялась. И по этой лестнице я сейчас буду спускаться. Лестница, которая была вырезана прямо в пещере. В пещере из белого камня. Это XII век. Тут я видел конец. Конец. Реально могу вам сказать, что эти ступени высотой точно 50 сантиметров. Полметра. А ещё здесь есть пижуньи. Голубятня. Вот эта голубятня, но она уже более поздняя. Она XVIII века. И здесь 1500 вот этих дырок для голубей. Через окна вот такой замечательный вид. Так, ну что, на выход. Ну что же, сегодня понедельник. Поэтому деревня как будто вымерла. Кафе и рестораны многие закрыты здесь вот сегодня. Вот они, яблоневые сады. И вот она, эта башня, донжон, где я только что была. Ну что, друзья, знатоки-ботаники. Знаете, какое растение? Вот это вот. Пишите в комментариях. Посмотрите, здесь на самом Санцепёке высадили грушу. Вот это цветёт грушевые деревья. И поскольку это на южной стороне, то, видите, полностью всё цветёт. Все эти растения. По этой просёлочной дороге я сейчас еду в Жаверни. И уже начинает зацветать рапс. И до Жаверни мне остаётся около двух километров всего лишь. Ну вот я приехала в Жаверни. Вот здесь ресторан. Le Tant des Fleurs называется. И смотрите, первые тюльпаны. Вот там тоже тюльпаны. Вау, как красиво. Как красиво в начале апреля в Жаверни. И в начале апреля, конечно, уже Сакура отцвела. Здесь очень красиво. Где-то 18-20 марта примерно. Но в это время музей Клода Моне ещё закрыт. Открывают его только 1 апреля. Сад Клода Моне. А, Таду. Ранней весной 3 апреля. Посмотрите эту красоту и отражение в озере. И там дальше виден дом Клода Моне. Ранней весной 3 апреля. Начало апреля. Слушайте, 3 апреля. Такая красота здесь. Туристов полно. Особенно американцев. Секурый. Ранней весной 3. Туристов полно. А3 апреля. Ранней весной 3 апреля. Секурый. Их. 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 Победа. Их. Секурый. садовник работает тюльпаны первые тюльпаны красота очень много групп здесь американских и за мной кроссгид на английском языке и ведет экскурсию пановали красота пановали пановали Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И другие цветы, названия которых я не знаю Прогуляемся по деревне Жаверни Я не ожидала, что сегодня в понедельник будет так много туристов И музей открыли буквально три дня тому назад Сегодня 3 апреля Открывают музей Клодемоне 1 апреля и до 1 ноября Кстати, вот тоже что-то светит А здесь, смотрите, желто-белые оттенки И тюльпаны, и нарциссы Моя, какая красота Розовые оттенки Такой выбор, слушайте, даже не знаю, что здесь взять Все очень вкусно Ну что, друзья, это просто замечательно Что в Париже нужно попробовать кухню самых-самых разных стран Вот такой вид у меня здесь В этом ресторанчике Продолжение следует...